Они все любят, чтобы их погладили. Своё фермерское хозяйство Александр Науменко только начинает развивать в его стадии десяток коров. Но скоро их станет в три раза больше. Начинающий фермер получил краевой грант в полтора миллиона рублей. На эти деньги он расширит производство молока, купит трактор, построит и ещё один коровник. У нас запланирована покупка мини-трактора для того, чтобы удешевить себестоимость кормов заготовки сена. Стать фермером Александр решил не от хорошей жизни. Устроиться на работу в родном хуторе, говорит, просто невозможно. Было 300 дворов живых, а на данный момент 150. И уже для поддержания хутора это одно и другое. Народу, сейчас сами понимаете, положение такое, что рабочих мест нет. И для этого надо создать это всё. С помощью этого крестьянско-фермерского хозяйства в хуторе Поды появится три новых рабочих места. Такое счастливое начало своего дела на родной земле знакомо, пожалуй, всем присутствующим в этом зале. Вот только в случае этих аграриев конец грустный. И теперь приходится говорить не о развитии своего хозяйства, а о его сохранении. Хотим забрать свою землю, законную землю. Нам сказали, вы что хотите по окончанию арендного договора забрать свою землю? Нам сказали, вы не получите землю. Сейчас в судах, у нас завтра начинаются суды. Из-за земельных споров аграрии и хотели провести тракторный марш к президенту. Целую неделю администрация края, общественники, представители партии, власти разрабатывали общий подход, благодаря которому проблемы удастся решить. На итоговой встрече с фермерами в Армавире главной задачей стало сформировать рабочую комиссию, которая разберется с каждым конкретным случаем. Но тут же разгорелся горячий спор о кандидатах. Чтобы успокоить фермеров, понадобилось время и весомые аргументы. Общероссийский народный фронт готов помочь и органы власти готовы тоже помочь. Правильно? Вместе с фермерами добиться наконец-то наведения порядка в этом вопросе. И у нас, извините, жрать завтра нечего будет. АПЛОДИСМЕНТЫ ФЕРМЕРЫ Всего 20 человек. Им сейчас выдан очень большой кредит доверия, чтобы они нас не подвели. А мы уж тем более не подведем. Виноваты будем мы, накажите нас. Но, извините, чтобы права наши отстаивались. И отстаивались, как государство нам гарантирует, и Конституция, чтобы наши права были гарантированы. К концу встречи пыл фермеров утих. Напряженная дискуссия плавно превратилась в дружескую встречу, итоги которой устроили всех. Сегодня должны мы восстановить справедливость тех, кто работает на земле эффективно. Вот и все. Это основная задача наша. Мы два года назад себе такого представить даже не могли, что нас услышат. Я говорю спасибо президенту Российской Федерации, губернатору, педитру сельского хозяйства. Спасибо, что нас услышали. Валентина Бекшаева, Кристина Соколова, Сергей Целиков, Кубань-24, Брюховецкий район, Армавир.